Мы продолжаем разговор о мире человеческом от Мартина Лютера до Томаса Гоббса, и сейчас будем говорить о католическом ответе на протестантский вызов. Основным героем лекции станет Франциско де Виттория, отец-основатель Соломангской школы, богослов, преподаватель, как называли его ученики, Сократ нашего времени. На фоне его биографии несколько слов в целом о том, что такое контрреформация, или, как говорят сейчас в Европе, католическая реформа. Я уже говорил, что официальная церковь, если угодно административная верхушка католической церкви, оказалась не готова к диалогу, предложенному Лютером и его последователями. И их резкая конфликтная реакция, конфликтогенная более того, и породила к жизни ту реформацию, которую мы знаем, тот пожар, который охватил половину Европы. Но церковь не ограничивалась папой и коллегией кардиналов. В церкви, как уже говорили, были и блестящие интеллектуалы, которые были готовы принять вызов Лютера, и у которых было что ответить. И одним из них, собственно, и был Франциско де Виттория. У него очень показательная биография. Если вы обратите внимание на слайд, то вы увидите, что он учился в Парижском университете, богословию. Он был близок к кругу гуманистов. Среди его преподавателей Пьер Крокаер, образец для подражания и человек, которому он восхищался всю жизнь, Эразм Роттердамский, хотя так и не довелось познакомиться лично. Один из ближайших старших друзей Хуан Луис, Вивес, блестящий испанский гуманист. То есть перед нами тоже человек университетской культуры и, как бы сказать, плоть от плоти той же культуры, плодами которой, как мы видели, были, скажем, Жан Кальвин и Мартин Лютер. Перед нами тоже доктор богословия и член церкви. Больше того, как вы видите, не просто опытный проповедник, но и опытный, любивший свое дело преподаватель. Человек, от которого, почему называли Сократом? От него не осталось письменных трактатов. Остались конспекты его лекций, сделанные студентами, ну или слушателями шире. И на материале некоторых из этих лекций, так называемом политическом блоке, то есть лекциях о гражданской власти, о церковной власти, первая и вторая, о власти Папы и Собора, мы и будем говорить дальше о его политико-правовых, политико-богословских воззрениях. Одно из серьезнейших отличий от протестантских теологов сейчас прямо перед вами, на слайде. С одной стороны, отталкивается Витория в своей аргументации, как и Лютер, как и Кальвин от Священного Писания. Он знает и Ветхий, и Новый Завет совсем не хуже двух своих оппонентов. Но при этом он, обратите пожалуйста внимание, основывает свою аргументацию не просто на Священном Писании, плюс небольшая прибавка августинянства, а на довольно большом пуле существовавшей традиции. Аристотель, Цицерон, разумеется Августин, разумеется иные отцы, Фома, Квинский и так далее. То есть в отличие от, и вот в этом главное отличие схоластов от протестантов, схоласты признают традицию и базируются на ней. Впрочем, будут и иные отличия, но уже сущностного, неформального характера. Начнем с воззрения Витории на природу человека. Человек, пишет он, разумен. И именно разум является конституирующим началом человеческой природы. В этом несложно увидеть отсылку к аристотелевскому пониманию человека, собственно, развитому и прекрасно известному там уже Витории из сочинений не только самого Аристотеля, но и из комментариев Фома Эквинского к нему. А всякая человеческая общность имеет своим началом природу. Что это означает? Это опять аристотелянский тезис, да? Человек по природе своей стремится к общению. Он существо политическое, как мы с вами помним. И, собственно, только в процессе общения, пишет Аристотель, напомню, только в процессе общения человек становится человеком, поскольку человек, живущий вне общения с себя подобными, человеком не является. Он может быть богом, он может быть зверем, но не человеком. И вот этот аргумент становится принципиально важным для Франциска до Витории. Человек стремится к общению с себе подобными в силу своей природы. Но не будем забывать, что такое человеческая природа. А человеческая природа – это творение Божье, говорит Витория. И, следовательно, всякая человеческая общность, всякое государство в пределе этого рассуждения становится угодным Богу самим фактом своего существования. Даже не то, что угодным Богу, а согласным божественной воле. Вот так. И понятно, что всякое человеческое объединение, то есть как только люди собираются в количестве больше, чем 2-3 человека, возникает необходимость в том, чтобы кто-то брал на себя какие-то управляющие функции, направляющие. Что была та самая направляющая сила виз-директива, о которой пишет Аквената, о которой потом пишет и говорит Франциско до Витории. И уже отсюда, из того, что мы с вами только что проговорили, что человеческая природа сотворена Богом, а, собственно, и потребность в общении, и в объединении, и потребность во власти укоренены в человеческой природе, значит, делает Витория, и государство. Внимательно, да? И человеческое общение, и потребность во власти, извините, пожалуйста, и сама власть, имеют божественное происхождение, природное, то есть божественное. И они неотменимы человеческим согласием. Витория, еще не знавший теории общественного договора, допускает одно довольно сильное замечание. Даже если, говорит он, люди всей земли соберутся вместе и договорятся отменить над собой всякую власть и никогда более никем не управляться. Это их решение не будет иметь силы, как противоречащее естественному праву. Да. Соответственно, государство, как таковое, это еще раз, это предел человеческой общности. Это коммунитас перфекта, совершенная общность, да? Оно самодостаточно. И его отличительной чертой, отмечает Витория, является монополия на насилие. Именно государство и только государство в пределах своей территории обладает правом казнить, отнимать у гражданина жизнь. Обратите внимание, как этот тезис потом будет откликаться через несколько столетий, да? Будет откликаться и станет одним из основных, из центрирующих тезисов для Маркса Вебера. Именно государство, что значит государство создает короля? Это, наверное, одна из самых известных фраз Витории, самых растиражированных. Но что стоит за ней? Всякая человеческая общность, еще раз, да, самим фактом своего существования взыскует власти. То есть, как бы сказать, когда такая общность собирается, власть появляется в ней как бы само собой, не может не появиться. Вот о чем речь. Но если мы обсуждаем предельную, если мы обсуждаем человеческую общность в пределе, то есть государство, высшую стадию, ну, лезут здесь стадиальные метафоры, неуместные, высшую степень, высшую форму, да, человеческое объединение, то и власть там должна быть в своем пределе. То есть высшее, то есть то, что Витория называет публичной властью или, наилучшая ее форма, королевская власть. Вот это и называется, государство создает короля, республика, креат регем по-латыни. Смотрите, король появляется со всей необходимостью, потому что государство без короля не может существовать. Ну, на самом деле, без власти, да, но король как наилучшая форма. И дальше, смотрите, король получает власть. Но вот здесь очень тонкий момент. Государство, то есть люди, общность, не может дать королю власть, потому что власть не от них. Помним апостола Павла, власть от Бога. Что же может дать республика, государство, коммунитес, общность, как хотите? Что они могут дать своему королю? Они могут дать аукторитес, авторитет. Если представить себя графически, да, можно представить верхнюю полусферу. Это потестас, власть, даруемая Богом. И нижнюю полусферу, половинку сферы, да. Это аукторитес, авторитет, которым поддерживает своего властителя государство снизу. Но из этого есть важнейший вывод. Даже если мы уберем нижнюю полусферу, даже если государство откажет своему королю в легитимации, в авторитете, в признании, как хотите. Даже если власть-то у него останется, она будет дана Богом. И значит, никакого права на восстание, внимательно, нет и быть не может. Виталий его отрицает совершенно. Сама по себе власть, обратите внимание, определяется Виталией двоярко. Публичная власть – это возможность воли и права управлять гражданским государством. А просто власть, это уже из лекции о церковном праве, это, внимательно, возможность к действию, некое превосходство и авторитет. И вот здесь смотрите, что получается. Власть осознается со всей неизбежностью как минимум двойственное отношение, двустороннее, как минимум. Ведь есть тот, у кого есть возможность к действию, и у кого есть превосходство некое. А что ему нужно? А ему нужно, чтобы вторая сторона, подвластная, отдала ему авторитет, признала за ним право на властное действие. Если она откажет ему в признании, что останется? В случае частной власти останется насилие, голое насилие. Да, я могу отнять конфету, я ее отнимаю. Мне все равно, признаете вы за мое право отнять у вас конфету или нет. Вот, такое просто голое насилие, да? А в случае публичной власти, а в случае публичной власти остается тирания. И Виталия знает эту категорию. Другой вопрос, что он утверждает, что даже против тиранов оставать нельзя. Надо дождаться, пока тиран умрет сам. Но здесь бог с ней с тиранией. Это довольно простое построение, традиционное. Важно то, что для Виттории происходит, в его трактовке происходит переосмысление, пересборка европейской теории власти. Власть впервые за все время существования политической мысли начинает осмысляться именно как двустороннее отношение, в рамках которого необходимо от одного ожидания властного действия, вот та самая потенция от акционем, готовность к действиям, и некое превосходство в силе, в знании, как хотите, а от другого признание за первым этих возможностей второго. Этих возможностей, да, извините. То есть двусторонняя связка-то получается. Понятно, что власть, возможно, публичная и частная, но и в том, и в другом случае необходимо с одной стороны ожидание действия, и с другой стороны признание легитимности, правомерности, возможности этого действия. Подходя к выводам, соберем основное. Во-первых, Бог в теории Франциска до Виттории, безусловно, есть. Никто его не выводит за скобки, никто не говорит, что с ним невозможно связаться, там, не знаю, он не действует в мире, он не слышит человека. Возможно, действует, слышит. Но он играет, ну, не самостоятельную роль. Обратите внимание, отсылки к нему необходимы, необходимы, отсылки к нему нужны им, понятно, зачем, да, ими обосновывается легитимность, естественность государства, невозможность сноса государства, невозможность отказа от власти. Но он ничего сам не делает, все делают люди. Перед нами, опять-таки, мир политического, как мир человеческого действия. Спасение души при этом возможно путем рационального действия. Обратите внимание, что это не отменяет веру, просто дополняет ее возможностями разума, убирает фанатизм лишний. Ну и, собственно говоря, да, государство как человеческое установление, власть как чисто человеческое отношение, обратите, пожалуйста, внимание, и в результате мы имеем, что Виттория, идя совершенно другим путем, как мы видели, используя другую аргументативную модель, приходит к выводам очень близким и похожим на те, к которым впоследствии приходили протестантские политические философы. И вот это нам предстоит осмыслить в рамках последующих разговоров. Спасибо.